Привет, привет, дорогие друзья! Шалом, приветствую вас! Приветствую вас в прямом эфире. Наша новая встреча. Вижу вас, подключайтесь. Пишите, из каких стран вы подключились. Я приветствую каждого из вас, откуда бы вы не слушали сейчас меня. Привет, привет! Вижу ваши комментарии. Дайте знать, хорошо ли всё со звуком. Халлелюя! Знаете, дорогие, отец решил сделать своим дочерям подарок. У нас совсем недавно был праздник 8 марта, и весь мир поздравлял женщин. И я в эти дни, вы знаете, я чувствовала в себе определенные вещи, которые должны родиться. И у меня были некоторые трудности с техникой, и я имела возможность больше времени уделить тому, что Господь хочет сейчас сказать своим дочерям. Потому что я чувствовала, что отец хочет сейчас снарядить особенным образом своих дочерей. И я поняла, что он приготовил для нас подарок. Что ж, я буду высвобождать этот подарок в честь нашего праздника, который вот был на днях 8 марта. И знаете, это очень интересно. Недавно я объявила на своей странице, что каким-то сверхъестественным образом люди начали спрашивать меня про вебинар, который я проводила еще осенью прошлого года. Это был октябрь-ноябрь 2018 года. Этот вебинар назывался «Как совершить свой ошеломляющий прорыв». И каким-то удивительным образом люди начали спрашивать меня все об этом вебинаре, о том, как оперировать в небесном суде. Кто-то начал свидетельствовать о том, что начал применять в своей жизни рекомендации, данные на том вебинаре. И какие результаты это принесло, какие есть сдвиги в жизни, какие есть свидетельства. И это все происходило в одно время. Другие люди от кого-то узнали об этом вебинаре и спрашивали, есть ли записи. А мы записи не делаем в вебинарах, они только в онлайн, в основном. И просили меня люди провести этот вебинар снова. Я поняла, что нужно действительно его провести. И я назначила этот вебинар на 21 марта. Но я в тот момент не знала еще, что это за день 21 марта. Оказывается, в этом году праздник Пури, который связан с историей еврейского народа. И это праздник, когда евреи были спасены от рук своего врага во время Персидской империи, во время правления царя Артаксерса, благодаря тому, как Бог заранее подготовил одну женщину для того, чтобы изменить ход истории, евреи были спасены. И в тот день они были не только спасены, но и не имели возможность поразить врага тотально, радикально и безвозвратно. Это была полная победа, тотальное торжество. И поэтому праздник этот празднуется в память этого события, в память этой библейской истории, которая описана в книге «Исфир» Библии. И праздник Пури в 2019 году попадает, он празднуется сутки, с вечера одного дня до вечера другого. И он попадает в этом году на 20-21 марта. То есть Пури будет праздноваться с вечера 20 марта до 21 марта. Пури – это разворот, это полный разворот событий. И знаете, вот сейчас такие обстоятельства здесь, ну в физическом мире я имею в виду, такие обстоятельства, что мы видим атаки врага, мы видим разные события, катастрофы, проблемы, кризисы. И когда еврейский народ был под угрозой гибели, был принят царский указ о том, чтобы погубить их как врага государства, как врага империи. Это вот такая угроза, которая нависала очень реально. Вариантов её решения не было, и царский указ не мог быть отменён. Благодаря одной женщине и благодаря тому, что она была послушна Божьему голосу, Бог вмешался в эту ситуацию. И евреям была дана возможность победить своего врага и сражаться за своим врагом. И этот характер этой победы, как полное обращение от угрозы, от поражения, от смерти, нависающей над людьми, до полного торжества победы. Это характер того, как мы увидим с вами Божью победу в ближайшее время. Я сейчас говорю вам пророчески, я чувствую это в духовном мире, что мы точно так же радикально, стремительно увидим победу Бога в тех вещах, в тех вопросах, которые висят сейчас над вами с сильнейшим давлением. Вы увидите Божью славу настолько радикальную, настолько ошеломительную, что вы будете славить Господа за это. Просто продолжайте ему верить, доверяйте ему. Это не сегодняшняя тема, но я чувствовала это сказать и высвободить, потому я это высвободила. Я знаю, что сейчас многие проходят давление сейчас в жизни, поэтому важно было это сказать. Так вот, праздник Пурим в этом году будет 20-21 марта. И сегодня Господь сказал мне, чтобы в этот период, между 8 марта, который было у нас 3 дня назад, и до праздника Пурим, с сегодняшнего дня, это 9 дней, чтобы я сделала несколько эфиров, несколько посланий и высвободила вещи по женскому вопросу. Это будет несколько эфиров, конкретно посвященных женской теме, женскому вопросу. В том числе и 8 марта, и Пуриму, и самое главное, тому, что я сейчас скажу. Халлелюя! Приготовьтесь, дорогие! Религиозный контролирующий дух этой темы боится, как огня. Это одна из вещей, которая сотрясёт царство тьмы в это время. Во имя Иисуса! О, как боится этого религиозный контролирующий дух! Ха, как он боится высвобождения женщин! Но это именно то, что делает Отец сегодня по всей земле. И пророк Боб Джонс, который является пророческим, апостольским основанием нашего поколения, всемирно известный пророк, который уже с Господом, он имел особое откровение о роли женщин в это время, особое откровение о том, что имеют женщины, дочери Божьи, как дар для тела Христа, что уникального есть в нас и в чём нуждается сегодня тело Христа через своих дочерей, чтобы это было высвобождено. Он говорил о том, что женщины способны принести направление в тело Христа от Духа Божьего. Женщины способны принести видение и визуализацию, видение, куда нас ведёт Бог, что Он приготовил, что будет высвобождено на этой земле. Женщины имеют то творческое начало и тот творческий способ мышления, который способен манифестировать и проявить волю Отца на этой земле. И он говорил, женщины, мы нуждаемся в ваших сочинениях, мы нуждаемся в ваших картинах, мы нуждаемся в ваших голосах, мы нуждаемся в вашем творчестве. Это говорил Бог Джонс. Интересно то, что 1 марта прошлого года, это 2018 год, когда я только-только начала проводить эти прямые эфиры ещё со своей старой обычной страницы. Возможно, кто-то здесь, кто присутствует сегодня на эфире, слушал мои эфиры ещё с тех времён, либо вы смотрели в записях. То есть я их провожу, уже пошёл второй год. И вот тогда, это было всего 2 месяца, как я начала выходить в эфире, это были несмелые попытки в доверии к Господу, потому что это горело во мне, и я просто знала от Бога, что я должна высвобождать то видение о новой эпохе Божьего движения на земле, о котором Он говорил мне 2,5 года до того момента. Я знала, что этому время пришло, я начала выходить в эти эфиры. Но 1 марта произошло что-то, что совершенно меня потрясло. 1 марта в своём молитвенном времени, во времени пропитывания присутствием Духа Святого, во времени наслаждения Духом Божьим, я люблю пропитываться с Господом. Когда я вхожу в Божье присутствие, в Божью славу через хвалу, либо через слово, либо через такую медитацию в Духе, со Святым Духом. Когда я говорю «медитацию», я имею в виду концентрацию над Духом Святым, когда я думаю и вижу только Его, когда я фокусируюсь только на Нём. И я прохожу с Ним так время, и Божье присутствие обволакивает меня, и Дух Святой забирает в присутствие Отца. И вот в тот день было точно так же, я была в Божьем присутствии, и что-то начало происходить в Духе. Дух Святой забрал меня в тот день. Так часто меня Дух Святой забирает и перемещает в какое-то место, так бывает. И в тот день было так. Дух Святой забрал меня, я, тело моё оставалось в комнате, но Духом Он меня забрал и переместил в другое место. И это было переживание пророческое в Духе, в котором я встречалась в этом пророческом переживании, я видела Боба Джонса. И это была пророческая встреча с ним, в которой он служил, он молился, и я лежала в этом переживании под Божьей славой, которая слилась с него. И это было потрясающее переживание. Некоторые вещи он мне сказал, вложил в меня, молился за меня и утвердил меня в этом пророческом переживании. И маленькая ремарочка. Я не утверждаю, что я встречалась именно с Личностью Боба Джонса. Это было... Бог делает, как Он хочет. Знаете, мы иногда встречаемся реально с Личностями, иногда это как видение. Но я была перемещена в другое место. Это тот тип переживаний, в которые я чувствую себя полностью перемещенной. И я даже не различаю ее в теле или я не в тело. И после этой встречи с Бобом Джонсом в Духе я вернулась в свою комнату. Когда я вернулась, на мне была такая сильная Божья слава, что мое тело все изнутри дребезжало, все мои кости дребезжали и дрожали во мне. Я чувствовала сильное Божье присутствие, которое раскрылось и активировалось внутри меня. И знаете, что произошло удивительно? Первое, что меня потрясло, что это была пророческая встреча с Бобом Джонсом, а второе, что меня потрясло, это то, к чему это привело прямо в этот день. Я почувствовала в себе что-то, чего раньше не было. Это было, знаете, определенное вложение в меня, определенная передача. В этот день, в этой Божьей славе, в которой я пребывала, она пульсировала просто во мне. Я чувствовала, как моя кровь пульсирует этой славой. Во мне горело послание, которое было вложено внутрь меня раньше. И знаете, это так, как будто ему пришло время разродиться. И это послание было, знаете, какое? Это послание было высвобождение женщин. Оно настолько сильно горело во мне, что буквально через полчаса после возвращения с того пророческого переживания, в котором я видела Боба Джонса, и который имел, я почему и подчеркнула это, который имел откровение о роли женщин в эти последние дни. Это послание горело во мне. Я не могла ждать. И это было настолько живое во мне. Я просто точно знала, что нужно высвободить, точно знала, что говорить. Это пришло в меня сверхъестественно. И активировалось сверхъестественно. Это горело во мне. Я еле дождалась следующего дня, чтобы утром выйти в прямой эфир и высвободить это слово. И это был именно тот эфир, который совершил сдвиг очень большой. И многие люди, которые писали мне после того, и которые имели свидетельство, они писали, что это был именно тот первый эфир, который их достиг. Этот эфир назывался «Почему дьявол так сильно атакует женщин?» Вы можете найти его в записях. Я видео не удаляю. Удалять может... Некоторые парочки видео удалят только в Фейсбук. Я сама не удаляю. То есть все видео, которые были сделаны, прямые эфиры за прошлый год, они все есть в Фейсбуке. Если вы нажмете на тег «ProfitikTok with Maria», там будут все видео в разделе «Видео». И можете найти этот эфир. Вот этот эфир набрал какое-то огромное для меня рекордное вообще количество просмотров. Он настолько попал в десятку. Многие женщины писали, что я даже боялась высвободить, сказать кому-то то, что вы говорили в прямом эфире. Очень многие писали мне свои ситуации, свои истории, в каких ловушках они находятся, под какими атаками, как сломлены, как ранены. Именно из-за атак, манипуляционных атак в отношении женщин. О, слава тебе, Господь, за то, что ты делаешь сейчас по всему лицу земли. И сейчас Отец занят тем, что Он высвобождает женщин. Когда Бог призывал меня в служение, в 16-м году Он сказал мне четыре главные вехи, и одна из них была. Это высвобождение женщин. Я с этими темами выхожу не потому, что, как некоторые говорят мне там в комментариях или в личной переписке, пишут, что я обижена на мужчин. И это неправда. И мужчины, с которыми я дружу, и с которыми я общаюсь, могут это подтвердить прямо сейчас в комментариях или когда вы будете смотреть эту запись. Те, кто со мной общаются и знают меня лично, прекрасно знают, что никакой обиды на мужчин у меня нет. Я в этом совершенно свободна. И другие пишут, что вот современный христианский феминизм и называют меня феминисткой, якобы это оскорбление. Но я вам хочу сказать, для меня это не оскорбление. И на этой неделе, вернее, в эти ближайшие девять дней я докажу вам, почему это не оскорбление. Вообще, в эти ближайшие девять дней, о Господь, мне так переполняет эта радость, потому что Бог сказал это делать. И просто, знаете, я давно уже знаю, что я буду говорить об этом, но в это время Бог разрешил мне это говорить. И он сказал сделать это именно с серией таких посланий, чтобы задеть и сдвинуть самые такие мощные твердыни, касающиеся женской темы, связанные с этим периодом времени. О, слава тебе, Господь! Поэтому мне наполняет сейчас радость. Я предвкушаю то, что произведёт это слово, это послание, и сам Дух Святой с помазанием, высвобождение в жизнях женщин. Так вот, не потому я делаю эти послания, не по тем причинам, которые я только что перечисляла, а потому, что это делает сам Отец. Потому что сам Бог занят тем, чтобы женщины были высвобождены в свободу Духа Божьего и в Божью судьбу, для того, чтобы совершить свою ключевую, уникальную роль в это историческое время и в новом Божьем движении, которое набирает свои обороты, как волна цунами, прямо сейчас, чтобы обрушиться на землю. О, слава тебе, Господь! Слава тебе, Иисус! Халлелуя! И недавно... Всё хорошо, я на связи, то я вижу, у меня цвет видео изменился, что-то происходит, что-то происходит. На днях, после 8 марта, я не помню, или 8 марта, или 9 марта, я смотрела разные фотографии, исторические, с которыми связана история праздника 8 марта. Знаете, сегодня, когда мы поздравляем друг друга 8 марта, в нашей культуре, в культуре просто уже это осталось, как женский день. Мы просто поздравляем все женщины, большинство мужчин поздравляют женщин, и женщины друг друга поздравляют с праздником. Некоторые так говорят, женственности, весны, красоты. На самом деле, праздник этот не женственности, весны, красоты, а праздник женщин, во-первых. Праздник женщин. И если ещё более точно сказать, и сказать поистине, как оно есть, то 8 марта — это праздник солидарности женщин. Это праздник, я бы назвала, и я хочу, знаете, как-то даже внести новую модель, что ли, понимания этого праздника для будущего. Я бы назвала больше, что он подходит для сестринства. Это праздник сестринства, это праздник единства женщин, это праздник солидарности женщин, это праздник дружбы женщин, это праздник женщин, которые способны объединиться для того, чтобы достичь определённых целей, важных для женщин. И история этого праздника связана с освободительной историей, с защитой прав женщин, с тем, что женщины добивались того, чтобы быть равноправными с мужчиной в обществе. Это история этого праздника. И у кого-то есть неприятные, у многих людей есть неприятные ощущения, связанные с историей этого праздника, поэтому они склонны это игнорировать, потому что там связано с коммунизмом, связано с революцией женской, связано с революционными настроениями, связано с коммунизмом, и потому не всем приятно вообще эту историю знать. Лучше будем говорить, что это просто женский день. Но я хочу, знаете, всегда, когда мы что-то прикрываем, это нехорошо. Лучше истину сказать, как оно есть. Но я знаю, что есть выход в этой ситуации ещё в классный праздник. И есть отличная, знаете, есть очень важная историческая предыстория, но что ещё более важно, есть великая будущность у женского движения, есть великая будущность у сестринства. Поэтому я сказала, что мне бы даже хотелось, чтобы в будущем в церкви, среди церкви, в теле Христа, понимание этого праздника изменилось, расширилось и углубилось. Как минимум, это праздник чествования женщины. Знаете, женственность это лишь часть женской природы. Это всё равно, что сказать, давайте мы будем праздновать праздник ума женщины или праздник какого-то ещё качества, терпения женщины. Представьте себе праздник терпения женщины. Вот это то же самое, что сказать, что 8 марта это праздник женственности. Понимаете? Потому что женственность лишь только часть, лишь только грань женской природы и вообще женщины. Поэтому важно вернуть правильное понимание этого праздника. И мы будем говорить на этой неделе в ближайшие 9 дней. Я сейчас не буду дальше идти в эту тему. Но немножко я коснулась, чтобы вы знали, о чём в частности только будет идти речь. лишь в частности. Мы заденем самые такие острые, твердыни, связанные с женским вопросом. О, слава тебе, Господь! Так вот, на 8 марта или 9 марта я смотрела фотографии исторические с демонстрациями женскими. Ещё в 18 веке это началось. И я смотрела фотографии 1957 года, и я смотрела фотографии 1857, я имею в виду, и фотографии 1917 года, когда в начале революции в России была тоже женская демонстрация. И как раз к 8 марту был апогей этой демонстрации. И вот, что я хочу сказать. Была одна из фотографий, на которой с высоты сделан снимок, и видно множество женщин на улице. И большая надпись на плакате «Манифестация женщин». Конечно, слово «Манифестация» и там написано как демонстрация, манифестация, то есть акция, да? Акция женщин, манифестация женщин, демонстрация женщин. Но когда я увидела эту фотографию с множеством женщин и эту подпись «Манифестация женщин», Дух Святой в этот же момент проговорил ко мне и сказал «Это то, что я сейчас делаю по всему лицу земли». Хамащия, храма Карабо Кашира. Это то, что делает Отец по всему лицу земли. Манифестация, значение этого слова означает обнаружение, проявление. Когда мы говорим «Манифестация славы», мы имеем в виду проявленная слава, то есть слава, которая является атмосферой Бога, Личностью Бога и атмосферой, в которой Он живёт, атмосфера неба, она проявляется на земле. Это то, что означает «Манифестация». О, манифестация женщин. Это проявление, это откровение женщин на этой земле. Это означает, что Иисус Христос проявляется в женщинах. Это означает, что Дух Божий высвободит женщин в свободу Духа, в свободу Божьей судьбы, в свободу и полноту предназначения Божьего для жизни каждой дочери, как и каждого мужчины однозначно. Но в этой сфере есть большая, большая невосполненность, поэтому Бог сильно и серьёзно занят тем, чтобы женщины поднимались по всей земле. И многие находятся сегодня в рабствах, ограничениях, ловушках. И как в истории женщины выходили на улицы, и освободительное движение заключалось одним из главных приоритетов и целями освободительного движения, были равные права в рабочих вопросах, а также право голоса для женщин. Так я почувствовала, что точно так же женщины сегодня должны получить своё новое право голоса в теле Христа. И кто-то, слушая это, конечно же, обязательно скажет. И я чувствую, как прямо сейчас в вашем голове крутится мысль, да кто же вам не даёт права. Женщины сейчас и так повсюду, женщины служат. Но как насчёт того женского голоса? Насколько мы даём место, насколько церковь даёт место женскому голосу в вопросах насилия в семьях? Насколько церковь даёт место, право и свободу женскому голосу тогда, когда речь идёт об угнетениях, дискриминациях, когда интересы женщины учитываются в последнюю очередь, когда женщины сбивают в семьях, а ей говорят, «Терпи, сама виновата». Как насчёт этого? Как насчёт множества церквей, где женщины вообще лишены в прямом смысле права голоса до сих пор в 21-м столетии, когда Господь являет себя реальным образом? Как насчёт того, есть ли свобода у женского голоса, когда речь идёт о полноценности женщины как личности, даже если она не замужняя или не имеет детей? Если на самом деле мы воспринимаем женщину как личность, если на самом деле голос женщины у нас на должном месте, тогда из наших помышлений, из нашего менталитета, из нашей культуры, тем более в теле Христа, где есть Дух Божий, приносящий свободу, мы должны иметь свободу от этих искажённых, извращённых, мирских совершенно стереотипов, культурных предубеждений, связанных с ролью женщины, с уникальностью женщины, с её предназначением. Тогда никогда вы не будете думать, что если женщина, к примеру, это одна из тем, не замужем или не имеет детей, и не имеет детей не замужем, например, в 40 лет, вы не подумайте даже, что с этой женщиной что-то не так. А иначе мы рассматриваем женщину только в контексте семейных отношений, реализовалась ли она как мама, реализовалась ли она как жена. И в основном мы склонны так думать, говоря мы, я обобщаю, конечно же, я так не думаю, но в основном мы склонны думать, что женщина реализовалась, если она реализовалась в семье и родила детей. И это прекрасная часть жизни любого человека. Но пришло время признать, что главное предназначение женщины не в этом. Пришло время женщине быть высвобожденной прежде всего в послушании Богу, в той миссии и в той судьбе, которую Бог имеет для каждой из нас. И это то, чем сегодня Дух Святой занят, чтобы высвободить своих дочерей в свободу из религиозных ограничений, из неправильных предубеждений, из общественных стереотипов, неправильных, искаженных стереотипов, связанных с предназначением женщины. И манифестация женщин именно то и означает, что проявление, обнаружение Божьих дочерей мы увидим по всему лицу Земли, по всему телу Христа. И не только в теле Христа, вы знаете, в мире все больше женщины будут высвобождаться, но в теле Христа этот процесс будет проявляться как высвобождение дочерей в Божью судьбу, как раскрытие Иисуса Христа в дочерях, как раскрытие Иисуса Христа в женщинах, когда женщины входят в уникальность своей судьбы, не просто действуют по шаблонам, копируя просто какие-то служения, а действительно раскрывают ту природу Божью, которую Бог вложил уникально в каждую из нас. Те дары, которые имеют женщины, те сильные стороны, качества уникальные, которые имеют женщины, пришло время им послужить телу Христа, быть благословением для всего тела Христа. Также и мужчины имеют свою уникальную роль, и мы очень взаимосвязаны, и между нами не должно быть конкуренции. Но, к сожалению, я наблюдаю сегодня, что как только заговоришь о женском вопросе, как только заговоришь о защите женщины или равноправия женщин, почему-то большинство мужчин, к сожалению, большинство мужчин и многие женщины думают, что сразу идёт речь об угрозе к мужчинам, об угрозе в адрес мужчин. Почему? Подумайте, почему. Почему, когда мы говорим о равноправии, и когда мы протягиваем руку женщине и достаём женщин из угнетения, достаём из унижения, достаём из ограничений, несправедливых ограничений, тех ограничений, которые не соответствуют сердцу отца, я имею в виду, тех ограничений, которые не соответствуют абсолютно Слову Божьему. Почему, когда мы говорим и поднимаем эту тему, почему это воспринимается сегодня как угроза для мужчин? Именно потому, что в умах, в культурных убеждениях, в менталитете есть вот эта вещь, что женщина домолчит, вот я это так назову, женщина домолчит, и пусть сегодня женщина имеет право голоса, несмотря, я сейчас опущу тему того, что ещё очень много вопросов, в чём выражается неравноправие даже в обществе, мы сейчас не об этом, но пусть сегодня женщина имеет право голоса, и многие служители сегодня женщины, но несмотря, несмотря на это, Есть определенные опасения, определенный страх в умах христиан, связанных с тем, что женщины получают какую-то свободу, что женщины способны заботиться о своих интересах, что женщины могут думать о том, как им жить сегодня, что женщины могут свои интересы ставить первоочередными. Вы понимаете, о чем я говорю? О, господи, это сложная тема, это сложная тема, но нам пришло время поднимать ее, потому что слишком много проблем, трагических судеб, потрясений, слишком много ран, слишком много смертей связано с этими предубеждениями. О, и вот 20-го числа будет праздник, Пурим начнется, 20-го, 21-го. И в этот период на протяжении 9 дней я буду несколько раз выходить в прямые эфиры именно с этой темой. Поэтому, дорогие, подключайтесь, следите за новостями, следите за анонсами мероприятий. Я буду выходить в разное время, в разные дни, по возможности сообщать на странице. Но если вы не подписаны, чтобы не пропускать уведомления или сообщения о записи эфира, вам нужно на моей страничке в разделе подписки поставить галочки напротив «Уведомления включены» и «Приоритет в показе». Тогда вы получите уведомления о прямом эфире. И вебинар, который я вам говорила, представьте, вебинар на тему прорыва, как совершить свой ошеломляющий прорыв, пройдет именно на Пурим. Праздник, посвященный торжеству, победе над врагом. Когда все то зло, которое враг замышлял, Аман замышлял против Мардахея, который враг замышлял против еврейского народа, обращен на его голову. Вот такой будет победа Господа в ваших жизнях. Вот такой будет победа ваша, в вашей жизни. Когда все то, что враг замышлял против вас, все кузни дьявольские, будут обращены именно на его голову. А вам эти обстоятельства, вся эта даже несправедливость, которая была в вашей жизни, все вещи, которые связывали и ограничивали вас, Бог разбивает эти цепи, и это будет использовано для того, чтобы вас усилить. Он обратит это во благо, и ваше торжество, и в вашу победу. Бог воздаст за все потерянное, за все украденное, за все боли во имя Иисуса. Господь да воздаст по торжеству своей силы, торжеству своей славы во Христе Иисусе Христа, во Христе Иисусе в славе Господа. О, слава Тебя, Господь! Я уже чувствую, как Божьи женщины поднимаются, как когда-то Господь показал мне в одном из моих уединений. Я увидела всю Украину, наполненную женщинами, все улицы были заполнены женщинами. Как вот на этих фотографиях, на которых в эти исторические моменты женских демонстраций на улицах, полные улицы, полные площади женщин. Так Господь мне показал полные улицы женщин Украины в белых одеждах, женщины освобожденные, женщины спасенные, восстановленные, женщины-правозвестницы. Господь даст Слово, и великое множество женщин понесет эту радостную, благую весть по всему миру. Великое множество женщин, пророческих евангелистов. О, великое множество голосов родится во имя Иисуса Христа. Халлелуя! Я недавно делала репост эфира, который я делала, если не ошибаюсь, в сентябре прошлого года, когда Господь дал мне пророческий сон о младенце, который рождается и говорит мудрые пророческие вещи, несмотря на свой возраст. Посмотрите этот эфир, если вы не смотрели его, он называется «Голоса вопиющие. Приготовьте путь к Господу». Голосов вопиющих рождается великое множество. Этот эфир, в котором я детально рассказываю о том, что Бог показал мне, что Он делает, это касается рождения пророческих голосов, это касается высвобождения женщин. И это касается рождения Божьих судеб в теле Христа вообще, среди мужчин и среди женщин. И это непосредственно связано с тем моментом, в котором мы находимся. Это происходит уже сейчас. Всё больше голосов рождается, всё больше людей начинает слышать Бога и различать Божий голос. Написано «Овцы мои знают голос мой, знают меня». Всё больше людей по всему лицу земли начинает различать Божий голос. Поэтому и всё больше людей, голосов, приготовляющих путь к Господу, пробудется, поднимется и будет слышно по всему лицу земли. Это уже происходит, но это только начало. О, великую манифестацию Божьих судеб! Помните, я говорила, 2019 год высвобождал это пророческий, есть этот эфир, что 2019 год — это год воплощения и вхождения. Вот манифестация — это и есть воплощение, проявление в физическом мире. Слава тебе, Иисус! Драгоценные, я благословляю вас и пророчески говорю вам сегодня, ни одно оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Это ваше наследие, как сыновей и дочерей Бога. Ни одна атака, которая сейчас направлена против вас, всякая атака, которая направлена на то, чтобы вас остановить от вхождения в призвание, в вхождение в Божью судьбу, всякая такая атака, которая пытается сейчас вас запугать, связать вас, обездвижить, ограничить, запугать вас так, чтобы вы не двинулись, я пророчески сейчас высвобождаю и молюсь за вас, что эта атака будет обращена на голову врага, на голову сатаны во имя Иисуса Христа. Ни одна атака не способна вас остановить. Поднимайтесь в Божью славу, поднимайтесь в Божье присутствие, чтобы Он проявился в вас, чтобы манифестация Иисуса Христа проявилась в вашей жизни. Самое главное оружие ваше против сил тьмы – это ваша идентификация в Господе, это истинная идентификация ваша как дочери Божьей, как сына Божьего. Это самое сильное ваше оружие. И самый лучший путь, как уйти от атаки, от любой атаки вражеской, от любого притеснения, от любой угрозы, самый лучший, самый эффективный и самый быстрый путь и победоносный – это подняться в Божье присутствие, в Божью славу, в Божью веру. Мы сокрыты в Нём во Христе, на небесах, одесною Отца, и ни одно оружие не может проникнуть туда. Но помните, что атаки врага направлены на то, чтобы вы не видели, что Бог делает, куда Он вас водит и что Он сейчас высвобождает. Поэтому держите свои глаза на том, что делает Иисус, на том, что высвобождает Бог. А Он сейчас высвобождает великие вещи, великие перемены и благословения, и благодать, и благоволение течут из сердца Отца прямо сейчас в вашей жизни. Смотрите, фокусируйтесь на этом, а не на тех давлениях, которые приходят. И вы преодолеете всё силу искупившего вас. Во имя Иисуса Христа. Крови Иисуса достаточно, Его жертвы достаточно. Он совершил победу. И в жизни всех женщин, которые находятся сейчас в ловушках в своей жизни, которые находятся в ранах, которые находятся в потрясениях, которые обездвижили вас, я высвобождаю сейчас в этой молитве освежение, исцеление и восстановление Духа Божьего, сила воскрешения в вашей жизни. Во имя Иисуса. Присоединяйтесь на этой неделе и на следующей до 21 числа ко всем эфирам. Буду рада вас видеть. О, слава тебе, Господь, за то, что ты совершаешь свою работу в жизни каждого, кто слушает этот эфир. Во имя Иисуса. Благословляю вас, дорогие. С миром Божьим. Делитесь этим видео, делайте репосты. Пусть и другие узнают о том, что мы будем делать эту серию эфиров по женскому вопросу. Все эти 9 дней будут этому посвящены. Это подарок к 8 марта. Слава тебе, Господь. Кто этому рад, напишите это в комментариях. А я рада тому, что пришло время высвободить те вещи, которые были в моём духе. Я их вынашивала от Господа. И вот Господь сказал, что нужно их высвободить сейчас. Не это говорит о том, что что-то новое рождается сейчас. И новый уровень прорыва приходит в жизни женщин. За что Господу и слава, и хвала. Амэн. Ну всё. С миром Божьим, дорогие. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok